Героизм в городе Героя Встречный выстрел капитана Попова Они забили, мы не забили Ну это футбол, сегодня програли, завтра выиграем Первое домашнее поражение горожан Юран против Колыванова Мы будем показывать качественную игру, современный футбол Уфа сыграет Сибирь Кубок России Старались все, чуть-чуть где-то не повезло Теперь без горняка Начнем по хронологии После осечки в домашнем матче против Белгорода дружина Игоря Колыванова отправилась в город-герой Волгоград, где местный ротор не проигрывал уже более 20 матчей. Ну что ж, Уфа нарушила эту традицию и одержала довольно серьезную, довольно трудную победу. Рассказывает Артем Котишев. В последние годы Волгоградский ротор был заурядным середняком 2-го дивизиона и не слишком дорадовал своих болельщиков. Но славные традиции рано или поздно необходимо было возрождать. Ведь в 90-е годы ротор был одним из ведущих клубов в стране. Боролся за золото с московским Спартаком и повергал в замешательство Манчестер Юнайтед Алекса Фергюсона. Возрождать новый ротор были призваны герои прошлого. Валерий Бурлаченко, Олег Веретенников, Рохус Шох для Волгоградской Тарасиды личности культовые. Футболисты тоже сплошь свои, доворощенные. Без особого труда ротор выиграл зону юг 2-го дивизиона и в новом сезоне ФНЛ волгоградцы также на ходу. Оттого и болельщиков на домашних матчах меньше 10 тысяч не бывает. При том, что цены на билеты весьма недешевы. К матчу против Уфы волгоградцы подошли в ранге фаворитов. Многие футбольные специалисты уже отправляют подопечных Валерия Бурлаченко в премьер-лигу по итогам текущего сезона. В общем, соперник для уфимцев весьма грозный. Игорь Голыванов приготовил для ротора неприятный сюрприз. Впервые в основном составе вышел бразилец Диего. От миниатюрного южноамериканца исходила наибольшая опасность воротам волгоградцев. Но забить ему в этот вечер было не суждено. А вот капитан Уфы Михаил Попов открыл счет голам за башкирский клуб. На 58-й минуте обладатель Иракеза воспользовался навесом Вильяма Суглового. Этот гол в итоге оказался единственным в матче и принес Уфе историческую победу над именитым конкурентом. Мне посчастливилось разделить этот успех вместе с уфимской командой. Более того, я находился в непосредственной близости от ворот Дениса Пчелинцева, куда я влетел мяч после удара Михаила Попова. По возвращению в Уфу команда Игоря Колыванова начала плономерно готовиться к очередному сопернику. Им стала Томь. На предматчевые тренировки побывала и наша съемочная группа. На предматчевую тренировку Томи наша съемочная группа попала без особых проблем. Никаких военных тайн у Томичей, видимо, не было. А вот от общения с журналистами сибиряки отказались наотрез. То, что футболисты люди суеверны, ни для кого не секрет. В занятии приняли участие два голкипера и 16 полевых игроков. Ровно столько, сколько помещается в заявку на матч. Не обошлись Томичи и без потерь. Лишилась Томь форварда Антона Хазова. В Уфу не приехал из звездной нападающей Томичей шотландец Гарри О'Конор. В предыдущем матче своей команды он получил красную карточку. Но и без поданного британской королевы у Томи были громкие имена. Чего стоят только Никита Баженов и Ренат Сабитов, не так давно защищавшие цвета московского «Спартака». Да и еще добрые полтора десятка человек в составе Томи имеют опыт выступления в премьер-лиге. За действиями подопечных Сергея Передни с трибун внимательно наблюдали игроки Уфы. Травмированных в числе горожан нет. А вот по стопаму Конора пошел уфимец Максим Тишкин, также недоигравшую встречу с ротором из-за удаления. В составе команды из Башкортостана на газон вышли и два новичка – Юрий Кириллов и бразилец Невалду. С последним контракт еще не подписан, но по словам тренеров уфимцев, южноамериканец производит неплохое впечатление. Что касается Кириллова, то он пока к выходу на поле попросту не готов. Третий бразилец появился в команде. То, что он сейчас с нами уже неделю работает, вполне неплохое впечатление оставляет. Поэтому мы его, наверное, оставим в команде и будем надеяться на него. То, что Юра Кирилла касается, мы его знаем. И как футболисты его потенциал знаем. В игре против Томи предшествовало много нововведений. Прежде всего, это касалось проведения телевизионной трансляции, которую мы показали при помощи новой передвижной телевизионной станции, а наши ведущие камеры были расположены напротив трибун. При этом большое спасибо хочется сказать футбольному клубу Уфа за помощь при проведении и организации этой трансляции. Техника высокой четкости, дюжина сверхсовременных камер и трансляция матча на фоне переполненных трибун. На все это новичок Уфы Невалда глядел с большим бразильским удивлением. Пожми руку вратарю, а потом попробуй ему забить. Перед матчем Евгений Ковозев пристально вглядывался в глаза потенциальных обидчиков, но тревоги не излучал. Тем более, что в желании преодолеть томский барьер, в первом тайме Уфа преуспела. Особенно хорошо выглядел штрафной в исполнении Смирнова, когда чешскому голкиперу гостей Вашику пришлось поработать. Кто забьет в этот игрок, скорее всего, потому что обе команды не лезут вперед, никто не стремится, не раскрывается, поэтому, может, от этого игра больше в центре находится. В игре до гола Томь занесла второй тайм себе в актив. Поначалу не использовав несколько верных моментов. После парашюта в исполнении Сабитова мяч нежно поцеловал перекладину. Далее Баженов, безусловно, поднял свой резин к ювелирным прострелам на Сорокина. Но Валерий промахнулся из выгодной позиции, заставив своего тренера выполнить несколько элементов из учебного курса начинающего легкоатлета. А наиболее злопамятным оказался автор первого гола, болгарин Николов. Несмотря на то, что именно Сорокин точно навесил на болгарскую коленку пламена, Лиганер категорически отказался принимать от него поздравления. Зато с проводством годовалого теленка боднул угловой флажок. В попытке отыграться Уфа всеми силами бросилась вперед, но хозяева слишком уж мельчили передачами в чужой штрафной. А когда Василенко решился на дальний удар, в дело вступил футбольный рыболов Вашек. Степень его улова в матче была беспредельной. Напоследок Уфа зевнула контратаку гостей. В формате трое на одного Тойм забила еще. Демидко на грани офсайда нашел мячом Сорокина. На сей раз седьмой номер зеленый-белых не промахнулся. 0-2. Уфа впервые проиграла официальный матч на своей поляне. Проиграли игру. Сейчас не очень хорошо говорить. Проиграли. Но это футбол. Сегодня проиграли, завтра выиграю. Вы, наверное, заметили, что в этом сюжете мы специально выделили Валерия Сорокина, полузащитника футбольного клуба Тойм. Гол плюс горевая передача говорят о том, что он стал лучшим игроком этого матча. Итак, эксклюзивное интервью нашему телеканалу, которое Сорокин дал нашему неподражаемому ведущему Дмитрию Каретко. Полузащитник футбольного клуба Тойм. Валерий Сорокин и один из лучших игроков матча по совместительству. Ответит на наши вопросы. Валерий, диаметрально противоположно отличались первый и второй тайм. Сделали какие-то выводы? Ну да, в принципе, сделали выводы. Тренера в перерыве подсказали. Они перенаправили нас чуть-чуть. Ну, на самом деле, жарко, понимаете? Ну, действительно, жарко было. Первый тайм у нас 30 градусов. Тяжеловато, конечно. Ну, поэтому такая была вяленькая игра. В Москве начинают днем играть? В Москве? Да, там вообще безжалостные люди. Ну, как вы сами считаете, до забитого гола ворота Уфы, там качели были такие своеобразные. Если бы забила Уфа, то вам было бы сложнее, наверное. Так что-то осталось бы в их пользу, или как? Да, однозначно соглашусь с вами. Действительно, были качели. И если бы забила Уфа первая, нам бы было просто архитяжело. Потому что вы видите, насколько... Почему и первый тайм, опять-таки же, на предыдущий вопрос отвечу. Что вы видели первый тайм, ну, была просто жесточайшая скучность. Они играли в шесть защитников, видите, четыре в линию и два опорника. Они просто, ну, были забитые зоны. И поэтому, конечно, тяжело вскрывать такую оборону. А второй тайм, видите, они выпустили второго нападающего. И, естественно, стали играть четыре-четыре-два. Конечно, было легче, тут были открытые зоны. Поэтому, конечно, игра шла действительно до первого. Потому что, я думаю, если бы забила первую, они бы поменяли опять этого нападающего обратно. И опять стали бы играть восемь защитников. Ну, и сейчас так получается, что Томи в лидерах. Уфа имеет в своем объективе десять очков. Вообще, вас удивило то, что Уфа, новичок, поднявшийся из второй дивизиона, клуб в лидерах пока? Да, если честно, нет, меня не удивило. Здесь же ведь хорошая команда собрана, хороший тренер, хороший город, который чувствуется, что действительно ставит задачи, высокие для себя задачи. Вообще в спорте, не только в футболе, мы знаем, в хоккей, в нашу хорошую команду известен. Поэтому, нет, в принципе, не удивило. Это нормально, это первая лига. Здесь любой может хорошо. Главное, не резко начать и одно место стереть. Главное, чтобы, конечно, живая удача местным футболистам, болельщикам, чтобы у них дальше так же продолжалось. Спасибо за красноречие. Боярис Сорокин, ползащитник. Тайми отвечал на наши вопросы. Удачи. Вам тоже удачи. Ну и еще один ключевой момент матча Уфа-Томи, о котором мы пока не упоминали, произошел на 88-й минуте, когда арбитр из Москвы, арбитр FIFA Алексей Николаев, не назначил пенальти за явную игру рукой в исполнении Сергея Бензя. На ваших экранах как раз этот эпизод, который мы можем посмотреть с нескольких ракурсов. Согласитесь, Алексей Николаев не показал на точку. После игры инспектор матча отметил ошибку арбитра, вполне возможно, повлиявшую на результат. Ведь если бы уфимцы реализовали пенальти, не факт, что на последней минуте то мячи настолько фривольно смогли бы забить второй мяч. Кстати, после окончания игры наставник Уфы дал вполне хладнокровно истинную оценку игры своей команды. И у нас есть возможность посмотреть короткий фрагмент после матчевой пресс-конференции. Хочется поблагодарить ребят за самодачу, за ту игру, которую они проявили. Но я считаю, что есть эпизоды в игре, когда нужно играть более сконцентрированно, внимательно. Какую-то мы ниточку упустили, пропустили первый гол. Ну а так, что хочется сказать, что есть коллектив, есть команда, есть ребята, которые хотят этой командой расти, которые хотят показывать результат. Понятно дело, что у нас совсем новый коллектив, что не все еще отлажено. Тема хорошая, наверное, в футбол, что мы в Ротере провели практически идеальный матч, не дав сопернику практически одной разыграть хорошие комбинации. Да, были полмоменты. В этой игре упустили, наверное, какие-то возможности. Но в целом, я считаю, что не нужно бояться никого, нужно продолжать играть дальше. Я после игры сказал, ребята, никакой трагедии не произошло. Сезон продолжается, у нас впереди трудные 3-4 матча подряд. Поэтому будем смотреть вперед. Обидно, конечно, что получили Аликин. Аликин и другой наш защитник, бразилиц, травмы. Не знаем, насколько они пока серьезные. Может быть, успеют за 5 дней восстановиться. Но, скорее всего, я думаю, что нет. Поэтому скамейка у нас тоже не огромная. Нужно еще, наверное, кого-то будет докупать, просматривать будем. Поэтому никто не застрахован, конечно, от этих неприятностей, от этих болячек. Но нужно думать о следующем матче. Поэтому к пятнице будем уже завтрашний день готовиться. Уже сегодня уфимская команда отправилась в Новосибирск к местной Сибири, которая ставит самые высокие цели футбольной национальной лиги, а именно первое место. Под статьей и амбициозный тренер Сергей Юран, который в свое время, кстати, выходил на поле вместе с Игорем Колывановым. В майках сборных Советского Союза, СНГ и России. Мы подготовили небольшой материал о том, что такое Сибирь и кто в ней является лидером. Сибирь. Футбольный клуб из Новосибирска. Свою историю ведет с 1936 года. Наивысшими достижениями сибирской команды на данный момент являются 16-е место в российской премьер-лиге, финал Кубка России и 4-й квалификационный раунд Лиги Европы. В сезоне 2012-2013 клуб выступает в первом дивизионе футбольной национальной лиги. На данный момент Сибирь набрала 10 очков в шести матчах, ровно столько же, сколько Уфа. В предыдущем туре Сибирь крупно разобралась с Балтикой 3-0. Главный тренер команды Сергей Юран, вернувшийся в российский футбол после вояжей в Казахстан и Азербайджан. Основной голкипер Александр Макаров, до недавнего времени выполнявший роль третьего голкипера в Махачкалинском Анжи. Самый возрастной игрок команды Александр Кульчий. 1 ноября текущего года ему исполнится 39 лет. Еще один опытный мастер Алексей Медведев. 35-летний нападающий так и не сумел пробиться в состав Казанского рубина и вернулся в Новосибирск. Известный болельщикам и имена Роберта Сапошкуса, Максима Оставьева и Игоря Шевченко. Есть у Сибири свой иностранный легион. При этом хорваты Марио Беркляча и Мати Ашпичич не всегда выходят в основном составе. А теперь на связи уфимский стадион «Динамо», где дежурит наш корреспондент Юлия Мулюкова. И у нее по традиции очередной гость. Юля, вам слово. Спасибо, Максим. Рядом со мной находятся генеральные директоры ФК УФА Шамиль Газизов. Шамиль Камилович, позади 6 матчей, 10 набранных очков. Как прокомментируете такой результат? Ну, я думаю, что, наверное, от УФА никто пройти такой не ожидал, что мы покажем такой результат. Мы очень довольны. Болельщики, наверное, тоже. Башкортостан радуется. Пока все отлично. И все же, какой матч выделить и почему? Ну, трудно выделить, наверное, из шести матчей какой-либо. Логичнее, наверное, было выделить победы. Но все-таки хочется, наверное, выделить вчерашнюю игру, которая прошла при огромных... При аншлаге полном, поддержка мощная. И мы проиграли, конечно, но все равно болельщики нас поддерживали. И это больше всего мне понравилось. То есть мы бились, мы старались. Если там год назад нам бы сказали, что мы будем с Томи играть почти что на равных, мы, может быть, этому не поверили. Буквально там некоторое время мы были на полярных полюсах. То есть они были в премьер-лиге, мы во второй. Но я надеюсь, что мы показываем ту игру, которую болельщику нравится. Она приобретает какой-то смысл свой. Победы будут, мы будем лучше. В команде много новых игроков. Расскажите несколько слов о них. Ну, всех бы затрагивать мне не хотелось, конечно. Я просто хотел бы отметить особо то, что все-таки к нам пришли наши два воспитанника. Именно башкетского, уфимского футбола. Это Юра Кириллов и Саша Васильев. Надеемся, что это будут те звезды, на которых будет строиться дальнейшая Уфа. Есть приглашенные, очень талантливые ребята. То есть я отмечу только наших, чтобы никто не обиделся. Почему? Потому что все-таки наши доморощенные игроки, они так и есть. Мы будем все равно отслеживать всех игроков, которые из Башкирии, из Уфы. И они, думаю, будут увеличиться у нас в команде. Еще есть время усилиться. Появятся ли новички до окончания трансферного окна? Появятся, да. Я сегодня подписал одного из игроков. Я просто пока не буду объявлять. Потому что мы его еще пока не заявили. Но очень хороший игрок мы ведем. До шестого у нас будет время. Я думаю, мы усилимся. Глубина будет хорошая. Сейчас мы ищем качественных игроков. Те, которые будут нас усиливать. И которые понравятся болельщику. А вы следите за тем, как проходит работа на стадионе «Нефтяник»? Ну, естественно, это в любом случае будет. «Нефтяник» будет нашей домашней ареной. Команда будет там базироваться. Там будет базироваться футбольная академия. То есть там будет центр футбола. Что в этом году произойдет. В этом году подведут все сети. И будет сделано административное здание. То есть это в районе 80 миллионов рублей в этом году будет освоено. А пуск самого «Нефтяника» – это в феврале 2014 года. И он будет на 17 тысяч. Это будет хорошая арена. Мы можем собирать аншлаги. Если будем собирать, то будет очень хорошо. Уфа – интересный регион. Был хоккейным. Сейчас мы чуть-чуть становимся тоже еще футбольным. Я только рад. Я думаю, что болельщики рады. Вам большое спасибо. БСТ у нас очень серьезно поддерживает то, что произошло вчера на матче, когда новейшая техника, которая там сумасшедшая, которую еще там многие не видели. Сейчас звонит там ВГТРК, звонит там ФНЛ мне. Все говорят, что сумасшедшие картины, хорошие повторы. И это все способствует тому, что футбол будет, спорт будет продолжаться в Башкортостане. Спасибо вам, спасибо нам. Мы делаем одно дело. Наша республика, наша команда. Спасибо большое. В свою очередь скажу спасибо вам. Напомню, на вопросы отвечал Шамиль Газизов, генеральный директор ФК УФА. Максим, вам слово. Итак, пожелаем Уфе удачи в завтрашнем поединке против Сибири. И теперь обратим свои взоры на восток республики, где обитает училинский горняк, выступающий во втором дивизионе первенства России. Это умудренный опытом кубковый боец, чего стоит только победа над московским локомотивом. В этом сезоне училинцы также взяли старт в Кубке страны. Об этом расскажет наш корреспондент Рустам Хабиров. Для обеих команд выход в следующий раунд имел принципиальный характер. Выступление Тюмени в Кубке России за последние несколько лет удачным не назовешь. Впервые с 2007 года футболисты вышли в 1.64. Зато училинская команда традиционно сильный кубковый боец. Два года назад горняк уже сотворил сенсацию, обыграв в 1.16 московский локомотив. Но уже в 1.8 путь к финалу училинцам преградила Владикавказская Алания. Потому превращать в жизнь одну из главных задач, а именно удачное выступление в Кубке России, команда начала с первых минут. Подопечные Владимира Силованова создавали один опасный момент за другим. Однако на перерыв команду ушли при счете 1-1. У Тюмени просто у них больше народа, у них два состава. Они могут варьировать состав, они вносят коррективы, выходят свежие люди. У нас поменьше игроков, но все равно пацаны выходят, стараются выкладывать. Во втором тайме гости отличились еще дважды. И даже мяч, забитый на 90-й минуте, воспитанником башкирского футбола Булатом Хаирнасовым, не спас горняк от поражения. К сожалению, гол престижа в объективы нашей видеокамеры не попал. Победа гостей 3-2. Так Горняку, который с 2008 года выступает во втором дивизионе первенства России, не удалось пройти лидера чемпионата. Ну а повторить успех двухлетней давности Горняк постарается уже в следующем году. Жаль, что училинский Горняк не сумел пройти дальше по кубковой сетке. Кстати, скоро в борьбу за престижный трофей вступит и футбольный клуб Уфа. Основная задача привести в Уфу команду премьер-лиги. На училинский Горняк продолжает борьбу в первенстве России. Между прочим, во вторник Горняк снова сыграл с Тюменью, и там была зафиксирована нулевая ничья. О задачах, целях на сезон и в целом о тех, кто выступает за училинцев в этом сезоне, нам рассказал главный тренер команды Владимир Силованов. По включению чемпионата в июне месяце мне покинула огромная группа футболистов по разным причинам. В команде осталось Сергей Крючихин, Олег Бабенков, Виталий Диков. И вернулся после лечения Анатолия Семенов. Вот четыре футболиста, которые остались у меня с прошлого года. В команду ввелась огромная группа молодых футболистов, уфимских перспективных. Им нужно время для того, чтобы адаптироваться к взрослому футболу профессиональному. Я скажу, что материал хороший, но им нужно время для того, чтобы они сейчас адаптировались и начали давать какой-то результат. Хотя, по большому счету, уже два футболиста я наигрываю в составе. Это Ахмешин Тагир и Хайернасов Булат. В какой-то степени Ахмешин более адаптировался к команде, уже играет более взрослый футбол. Булат Тагир и Хайернасов еще, конечно, на весь матч не хватает. Поэтому нужно будет его еще готовить и готовить. А по другим футболистам вернулся в команду Виталий Пьянчик, который был здесь лидером команды на протяжении долгих лет. Вернулся в команду Сергея Овчинника, который тоже еще помнит запах побед над Локомотивом, над Уралом. Два футболиста вот этих ключевых вернулись. Сережа Овчинника вернулся после тяжелой травмы, операции, он полгода не играл. Поэтому только начинает набирать форму. В команду пришли три футболиста Соктана Пермского. Это Чадов Максим, Клюкин Иван, Хисамудинов Ренат и Халюла Ренат. Нужно время, чтобы сыграться еще. Поэтому я думаю, что команда только-только начинает сыгрываться и только давать какие-то позитивные моменты. В команду пришли два футболиста опытных. Старпеда Армавира, это Сергей Зангареев и опорный полузащитник Юрий Иванов. Он получил травму, в этой игре он пропускал. У него серьезная травма, где-то около месяца будет лечение. Задача поставлена в этом году, в течение года наиграть новую команду. Но опять же, чтобы, в принципе, Горняк, он всегда был где-то в лидерах, где-то занимал места с первого по четвертый, всегда задавал тон в зоне Урал-Повоза. То есть тоже где-то задача у нас стоит, чтобы команда не опустилась ниже тех мест, которые она все время занимала. Поэтому где-то будем стараться цепляться. Тройка, четверка, пятерка, вот именно в эти места, где мы можем реально еще вот именно вклиниться. Сами понимаем то, что Тюмень, Газовейка и Гулиановская, например, она поставлена задачей. У них комплектование команды было еще в прошлом году, поэтому они уже сгалонтированы командой. С ними тягаться тяжело, но остальным командам, я думаю, мы вправе и можем тягаться именно за эти места, которые я обозначил. Напоследок, несколько слов о женском футболе. Наша Агидель стартовала в первенстве России по футболу двумя домашними матчами против Омского Иртыша. В первом одержала победу 2-0, во втором проиграла 0-1. Пожелаем нашим девчонкам удачи. На этом наша программа завершается. Смотрите нас каждый четверг на БСТ в 21.00. И не унывайте, даже если ваша команда вдруг неожиданно проиграла. Нет, ты черт не будешь, она не может. Нет, черт не будешь. Давай я. Так только не отопи. Спокойно. Крупненькие кусочки. О май гад. Аплодисменты. То позабудь, что миновало, все, что упало, то пропало, все, что ушло, обратно не вернешь. Только туда и нет обратно. То, что сейчас невероятно, завтра наверняка произойдет. Проснись и пой, проснись и пой, попробуй в жизни хоть раз. Не выпускать улыбку из открытых глаз. Пускай капризен успех, он выбирает из тех, Кто может первым посмеяться над собой. Пой, засыпая, пой во сне, проснись и пой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон»